Янкель Нет, я боюсь, что гости их узнают Мы с вами говорим о том, как выбрать те книги христианской литературы, которые принесут для нас самую большую пользу для нашего духовного роста Так вот, самую большую пользу для нашего духовного роста после чтения священных писаний Библии Нам приносят чтение биографии святых людей Основной жанр Библии – это биографии Если в Библии находят самого святого человека, то о нем сразу четыре биографии, правда? Так вот, биографии святых людей Ну, по-русски есть такой жанр – жития святых Это тоже, да, полезное чтение, которое было распространено лет 150 назад в России Биографии, в отличие от простого свидетельства жизни, имеют более длинную и широкую перспективу Что мы видим, как Бог действовал в жизни человека на более длинный период Например, такая история История человека, который спасался из Германии Значит, из Германии в Великобритании плывет теплоход с евреями Они подплывают к Англии Англичане говорят, что, понимаете, вы граждане враждебного государства Мы не можем вас принять внутрь нашей страны в военное время Что делать? Подумали И тогда в английских тюрьмах набрали команду из заключенных, которые владеют морским делом Из них набрали команду, которая может управлять пароходом Потому что путеше... И решили их отправить в Австралию Путешествие длинное, опасное Послали туда зэков И зэки поднялись на корабль И как только вышли из порта, они устроили обыск У всех евреев они, значит, забрали все, что представляло какую-то ценность Поискали, нашли, повыбрасывали за борт все книги, которые были у евреев И поплыли путешествия из Великобритании в Австралию И благополучно допрыли, и там спаслись И через десятки лет Один из участников вот этой вот Один из евреев, который плыл на этом теплоходе Он посетил родные места в Германии И в одном из музеев обнаружил фотографию этого корабля И обнаружил такую историю Там был отчет немецкого капитана подводной лодки Который рассказывает Что они пристроились за этим кораблем сразу, как только он вышел из английского порта Они собираются его уже торпедировать Как увидели, что с этого корабля что-то выбрасывают Подождали, пока корабль отойдет за горизонт Они поднялись, стали смотреть, что выбросили И смотрят Это книги на немецком языке Капитан дает радиограмму в штаб В штабе решили, что скорее всего на этом корабле Плывут германские военнопленные И командованию было интересно Куда же англичане отправляют немецких военнопленных И поручили этой подводной лодке проследить за этим кораблем Куда он плывет Поэтому капитан припринял путешествие Из Англии в Австралию И только после того, как этот корабль в Австралии Разгрузился и вышел из порта Только тогда этот корабль уже потопили Вот такая история Когда мы живем здесь, здесь и сейчас То мы часто не видим, что и как делает Бог Но Бог есть И мы это, может быть, можем увидеть По прошествии долгого времени Сейчас и в данный момент мы должны только этому доверять Теперь, в биографиях, вот этих историях О праведниках, о чудотворцах Они все Я их условно делю на Две разные Два разных стиля Например, представьте себе Вот такую историю Каждый раз в канун субботы Жена Раби Ханины, стыдя своей бедноты Клала в печь дымящуюся головню Чтоб было видно, что из печи что-то делается И что они что-то готовят к шабату Хотя у них дома было шаром покати Была у нее злая соседка И однажды в канун субботы она сказала себе Знаю ведь я, что нет у них ничего Пойду-ка погляжу, с чего это дым из трубы идет Пришла и начала стучать дверь От стыда за свою бедность Жена Раби Ханины скрылась в другую комнату В это время произошло чудо Соседка, войдя, нашла печь полную хлебами Я квашню тестом Послушай, послушай, закричала она Неси скорее лопату, хлеб твой подгорает Я за лопатой и пошла Спокойно ответила жена Раби Ханины Вот такая история Вот оно чудо И вот в этом сюжете Проблема решается чудом Давайте зададим себе вопрос Мы узнаем из этой истории Почему Вот в этой ситуации Бог сделал чудо Знаем ли мы, кто такой был Раби Ханина И почему Почему Бог Вот-вот не дал его так Посрамить даже перед соседкой Нет, мы не узнаем Вот проблема решается чудом Чему мы можем подражать Что мы можем применить в своей жизни Из этой истории Да, мы знаем, что вот Вот был такой человек Святой Вот такие чудеса тоже происходят Но практического применения Не Не находится И Тогда я вам расскажу Другую историю Что В этой истории Посмотрите Другую Это История Про Хафесхайм Он жил в период Первой мировой войны На территории Российской империи Началась Первая мировая война И у него В Ешиве Учились Евреи Из Германии То есть Они Евреи Которые имели гражданство Враждебного государства И одного такого студента Привели в суд По обвинению Что он Немецкий шпион И Хафесхайм Пригласили его В суд Чтобы он Дал показания О том Что этот человек И чем он занимается Что тот Вел себя Примерно И не занимался Ничем Кроме учебы И прежде чем Хафесхайма Вызвали в зал Для дачи показания Адвокат Попросил у судей Разрешение Представить свидетеля Человек Который выступит Сейчас перед вами Сказал он Является Человеком Кристальной Честности И праведником Каких мало Представьте себе Господа заседатели Когда в Варшаве Вор карманник Выточил у него Кошелек Он бежал за ним По улице И кричал В догонку Я простил тебе Деньги твои Я простил Много людей Могут подтвердить Истинность моих слов Председатель суда Усмехнулся И вы Господин адвокат Верите таким Историям На что Тот ответил Как вам сказать Ваше превосходительство Знаю только одно Про нас с вами Таких историй Не рассказывают Вот эта история Рассказывает О том Какой характер Был И какое было Доброе имя У этого человека Несмотря на все Чудеса Он Там не происходило Вот таких вот Явных чудес А именно Что человек Своей жизнью Так У него было Такое сердце Такие Добрые дела Что Люди вокруг Его прославляли И это то Чему мы можем Подражать И чего мы Да Можем взять И применить В своей жизни Благословения вам Читайте биографии Всего доброго Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому